Всем моим зрителям огромный привет! С вами я, Юлия Крейзилак. На повестке дня у нас сегодня очень сухие ручки, на которых есть трещинки, на которые реагируют на все изменения в окружающей среде. Поэтому я в этом видео расскажу, как я работаю с такими руками. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. Изначально мы убираем старое покрытие, обязательно убираем длину, потому что здесь очень много трещины, какие-то трещины очень глубокие. Сами ногти уже просят, отрежь меня скорее. На таких ногтях, конечно, делать лучше укрепление гелем, либо наращивать, если хочется длину. И желательно поменять форму. Мне кажется, здесь форма овала и миндаля была бы более красивой. На среднем пальчике у нас довольно большая трещина на пол ногти, поэтому я аккуратно сначала снимаю материал фрезой, и после при помощи щипчиков начинаю обрезать ногтевую пластину именно длину и как раз-таки убираю эту трещинку. На этом же пальце с правой стороны также есть трещина, но она находится на мяске, поэтому мы пока ее не будем обрезать. Мы сверху просто нанесем акригель. Единственное, когда он начнет срастать, эта трещинка может дать скол. Но по-другому здесь никак ее не убрать и никак ее не отреставрировать. Дальше я убираю длину пилочкой и выравниваю поверхность максимально, потому что здесь было очень-очень много материала. Там был и гель снизу, и база камуфлирующая, в общем, все подряд. Средний пальчик я укрепила акригелем, как раз-таки донарастила длину. Опиливаю обязательно материал сверху лишний, и также из-под ноготочек убираю, чтобы был красивый эстетический торец. И дальше я взяла в этом случае фрезу пламя торнадо с синим поясом. Не взяла обычное пламя, потому что здесь сухие ручки. Во-первых, очень много сухого аптерейки. Во-вторых, клиентка, чтобы ручки были влажненькие, не сухие, использует постоянно крем, поэтому фреза очень быстро забивается. Даже с учетом того, что я взяла пламя торнадо с синим поясом, она у меня на каждом пальце забивалась по раз пять, поэтому я чистила фрезу о бафик. Субтитры сделал DimaTorzok И здесь, конечно, огромный плюс за счет того, что кожа сухая, кутикулы нету, поэтому мы этап обрезания кутикулы опускаем, и дальше я беру фрезу бочонок 50-й диаметра, и на форварде начинаю зашлифовать аккуратно кожу. Так как здесь кожа сухая, я вам не рекомендую ее натягивать пальчиком сильно, иначе она лопнет. И если вы где-то что-то не смогли в кармашке дочистить, лучше потом взять ремовер, иначе, опять же, может кожица лопнуть. Что, собственно, сейчас я и делаю. Я беру любой бесщелочной ремовер, наношу на все 10 пальчиков, жду 60 секунд, и дальше при помощи апельсиновой палочки вычищаю то, что впоследствии может помешать нанесению цветного покрытия. Излишки ремовера мы убираем обезжиривателем. И любуемся на наши чистые ноготочки. Смотрите, какой красивый результат, но можно еще сделать лучшее. Об этом я тоже расскажу в конце видео. Мне прислали материал на тестирование, и из этого материала я сейчас беру кисточки. Мне эти кисточки очень нравятся. Они тоже, кстати, у нас есть в работе. Беру сразу кисть для выравнивания и покрытия материала под кутикулу. Фирма это Мастер Профессионал. И я беру каучуковую базу на средней жесткости. И так как у нас здесь квадратные ногти, четкий острый квадрат, то здесь я наношу базу в два этапа. Первый слой я промазываю хорошенечко, сушу 30 секунд. И второй слой уже делаю выравнивание на поверхности ногтя. Также сушим 30 секунд. Если вы нанесете в один слой, навряд ли эти ногти проносятся хорошо. База более густая, поэтому здесь можно работать подольше. Она не будет затекать, вытекать куда не нужно. Сейчас покажу все, что мне прислали от этой торговой марки. Во-первых, как обычно, здесь куча бафиков и много пилок. Опять же, цены я буду вставлять где-то на экране. Вы будете видеть, сколько стоит тот или иной инструмент, тот или иной материал. Пилки здесь на любой вкус. Абсолютно для натуральных, для искусственных ногтей разных форм, разных абразивов. Качество хорошее. Есть и толстенькие пилочки, есть и более тонкие. Поэтому тоже возьмите себе на заметку. Ссылочку, кстати, на их интернет-магазин я обязательно оставлю в описании под видео. Открывайте инфобокс и переходите на их сайт. Про базу мы уже поговорили. Теперь я хочу рассказать про два топа. Их два, и они все два без липкого слоя. Первый топ обычный топ, он более жидкий. Кстати, второй топ, я думала, будет чуть гуще, потому что написано Рубер. Как бы уже думаешь, ага, значит, если Рубер, консистенция должна быть погуще. Но нет, он такой же жидкий. Матовый топ мне очень понравился. Мы его сегодня будем использовать в видео. Он нереально крутой. О нем я тоже расскажу чуть позже. Пока вы можете посмотреть состав их продукции. Мне положили маслечко, кстати, которое нам здесь обязательно понадобится. Покажу крутой способ, как сделать сухую кожу более увлажненной. Прям способ максимально крутой. Ну, кстати, наверное, многие о нем знают. И дальше я хочу показать вам оттенки, которые у меня есть. В основном все цвета более жидкие. За счет этого они максимально быстро выравниваются и дают тонкое покрытие. Здесь есть очень крутые хлопушки, которые мы тоже будем использовать в этом видео. Я их даже себе оставлю. Также есть топ, который без липкого слоя, похож чем-то на Grotto La Pal. Только это топовое покрытие, которое завершает весь процесс маникюра. Конечно же, красавчик из всех красных, который мне напоминает просто какую-то огненную лаву. Такой цвет всегда популярен перед Новым годом, в осенний период. Прям вот всегда тюбик у нас вымазывают. Также у них есть еще один топ с шиммером. Посмотрите, какой у него тоже красивый, необычный блеск. Он также без липкого слоя. Еще мне понравилась очень база каучуковая. В принципе, я таких не видела. Она плюс еще камуфлирующая. Посмотрите, какие блестки. Во-первых, у нее необычная консистенция для каучуковой базы. Она более жидкая. Во-вторых, если нанести слой с выравниванием, то она прям очень плотно наносится. И очень красивый, деликатный блеск. Также мне прислали две гель-краски. Это металлические гель-краски розовое, золото и серебро. Очень круто рисовать такими гель-красками вензеля. Тоже попробуйте обязательно. И также мне прислали просто обычную гель-краску черную. Цена у нее вообще смешная. 140 рублей всего лишь. Так что буду тестировать. И сейчас я вам покажу, как правильно наносить и без проблем пастельный оттенок. Во-первых, обязательно обезжирьте ногтевую пластину, чтобы не было липкого слоя. Наносим этот цвет тонким слоем, распределяем его тонкой кисточкой у кутикулы. Прокрашиваем все боковые параллели, прокрашиваем все в синусах. Дальше берем капельку на основную кисточку побольше. И подталкивая к кутикуле эту капельку, выглашиваем резким движением сверху вниз. Таким образом цвет наносится максимально плотно. Он круто выравнивается. Если вы хотите его распределить по бокам, то можете также взять тонкую кисточку. И точно таким же образом мы наносим второй слой. И посмотрите, как круто лег этот цвет в два слоя вообще без проплешин. Но опять же, конечно, здесь огромную роль играет консистенция этого материала. Если бы она была густая, такого эффекта бы, конечно, крутого не было. А теперь в ход идут эти хлопушки. Мы сразу наносим на все пять пальчиков и сразу все пять пальчиков сушим. Конечно, блеск от них нереальный. Такие хлопушки лучше наносить на какие-то пастельные цвета. И потом всю красоту мы перекрываем матовым топом. Матовый топ очень крутой консистенции. Плюс он не пористый. Он не будет быстро забиваться грязью. И, соответственно, ногти будут максимально чистенькие. В этом видео я решила попробовать технику нарисования дизайна мазками. Для этого мы берем любую гель-пасту без липкого слоя. Я взяла белую. И в нее можем замешать, чтобы получить новые цвета. Либо же гель-краску цветную, либо же гель-лак. И я беру кисточку с более плотным ворсом. И чтобы нарисовать лепесток цветка, мы нажимаем на кисть. Наступаем на нее, тянем. И по мере движения мы плавно кончик кисточки приподнимаем. И получается у нас тонкий красивый кончик. И таким образом мы рисуем все лепестки. После этого я просушиваю первый ряд лепестков. И поверх первого ряда рисую чисто белой гель-краской еще несколько лепестков, чтобы сделать наш цветок более объемным. Таким же образом я рисую листики. Здесь единственное, мы набираем материалы на кисточку поменьше. Также наступаю на кисть и постепенно ее приподнимаю, чтобы был красивый тонкий кончик. В конце я захотела еще добавить прорисовки. Я прорисовку сделала локально. И сделаю я это белой гель-пастой. А теперь идет вход наше масло. Чтобы сделать ногти максимально увлажненными, наносим это масло на все 10 пальчиков. Берем карбидосиликоновый шлифовщик. Включаем на форвард. И где-то на 8000 оборотах начинаем втирать это масло в кожу. Моем ручки и любуемся красивым результатом. Такое преображение у нас получилось. Они максимально увлажненные. Сухости здесь даже не видно. Напишите пожалуйста в комментариях под видео, понравился ли вам этот дизайн. Знали ли вы такие фишечки для работы с сухой кожей. Ставьте этому видео конечно пальчик вверх. Лайк за старания. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч. И пока!